Уважаемые пассажиры, ваш поезд задерживается. Пожалуйста, пройдите на выставку и проведите время с пользой. В здании вокзала торжественно открыли экспозицию об истории железной дороги. Ее развитие связано с именем императора Александра Третьего, который по трагическому стечению обстоятельств погиб от последствий железнодорожной катастрофы. Для меня лично эта выставка носит еще и отдельный человеческий характер, поскольку именно в царствовании эпохи Александра Третьего мои предки, мой прапрадед, приехал жить в Самару. Я родился потом, мой прадед, родилась моя бабка и пошла, собственно, моя дальнейшая будущая жизнь. Поэтому здесь, в этой выставке, есть какая-то частица и моего человеческого отношения к тому, что происходило. Экспонаты для выставки предоставил самарский коллекционер Дмитрий Хмелев. В частной коллекции поклонника железных дорог фотографии, документы, элементы униформы, марки, значки и личные вещи разных периодов развития железной дороги. Поскольку я себя помню, все мое детство и юность проходила вблизи железной дороги. Но не получилось мне связать свою жизнь с железной дорогой, немножко пошел по другому пути. Но уважение к вашему труду у меня, наверное, осталось на всю жизнь. Выставка на Куйбышевской железной дороге приурочена к 170-летию со дня рождения российского императора Александра Третьего. В свое время именно он учредил праздник День железнодорожника. Именно при нем железные дороги начали национализироваться и стали принадлежать государству. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Очень советская такая, да. Очень советская такая. 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 Очень советская такая.